Ну, я не знаю, вы как с вами задаете тему, вопросы? Ну давайте, нам нужно как-то подойти к тому, что такое национальность, нация, вот в таком уже, с точки зрения, со стороны генетики, да, для этого какую-то историю расскажите, скажем, вот, генезис башки. Нет, Ань, нельзя пойти от Адама, нельзя от Адама пойти, где жил Адам, потом в Африке. Можно начать с большой темы, с аристократии турецкой, только все джем. Ну, мы вот недавно тестировали их, у нас еще будет одна экспедиция, потому что единичный тест, он не отражает полной картины. Там же могли быть приемные дети, измены матерей и так далее. Чтобы более сейчас закрепить результат, мы решили еще раз протестировать, значит, рода сельджуков и османов, так называемых, которые проживают в Турции. Вот, и, в частности, вот сейчас у нас запланировано протестировать династию именно самих османов, Эротрагула Османа, которые создали Османскую империю. Сейчас они, Турция не является монархией, просто первично, когда их протестировали, у них вышла каплогруппа Эрадина, да. То есть, если вот, буквально, вот я видел на вашем видео. Династия Османа. Династия Османа – это Эрадина. То есть, условно говоря, славяне. Нет, 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 это неправильное выражение, потому что славяне, что такое славяне? Славяне вообще, это, в моем понимании, это общность, которая связана с людьми, которые говорят на славянских языках, живут на определенной территории, там. Причем, они могут быть все разного происхождения, то есть, гены у них могут быть разные, но они ощущают себя славянами, там, с религией связанной и так далее. Вот этот вопрос, как накладывается? То есть, генетика, очень редко бывает такое в генетике, когда весь народ происходит от одного предка. Такие народы есть, это папуасы, кабилы, то есть, это закрытые, изолированные популяции, они все происходят практически там от одного мужчины. То есть, в основном, народы, которые особенно живут в Евразии, тут все народы перемешаны. Просто есть какие-то основные гоплогруппы, которые характеризуют этот народ, а есть 2-3%, которые не делают. Вот у славян основная гоплогруппа Р1, поэтому ее стали считать славянцами. На самом деле, эта гоплогруппа не связана ни с нацией, ни с этим, но связана с предками славян. Ну, грубо говоря, получается, что у тура Косманов та же самая гоплогруппа, которая примерно у половины... У больше половины славян. У половины русских, да. У русско-славян, да. Ну, это род другой. Это очень сложно назвать. Славян, славян. Нет, ее правильно называть протоиндоевропейский, потому что она найдена у тех народов, которые впоследствии стали носителями индоевропейских языков. Это не только славяне, это и немцы. 30% немцев имеет эту гоплогруппу. Это высокий процент, 30%. Их около 100 миллионов же, да, получается. Ну, около 30 миллионов немцев имеет. Хотя у них основная гоплогруппа Р1Б. Ну, там не намного больше. Ну, западноевропейская гоплогруппа. Ее так тоже условно называют... Сам же вопрос, может быть, вы знаете, мне давно интересовал следующий вопрос о различении генетических руссаков, то есть людей из Пульсии, с западными германцами, ну, типа Бавацами. Есть какие-то данные по этому поводу? Чем ближе к западу, тем больше Р1Б, да. А вот к северу А1, это шведская группа, скандинавская. А1, да. Ну, нет, а все-таки было в А1. Вопрос, можно ли считать баварцев и восточных пруссов немцами? Они все немцы, просто немцы. Там же не находят... Нету национальных генов, нету немецких генов, нету русских генов, нету. Гены, они отвечают за род. То есть, вы можете сдать наверняка, мы с вами будем из одного рода. Но мы будем с вами разных национальностей, разных мероповеданий. Разные, то есть, как бы... Это же... Нация-то вообще больше связана с социумом. То есть, это как бы... Давайте все-таки глобально как-то тему ставить. Вот не конкретно разбирать, а какие... У меня про индийцев интересно. Смотрите, мы, конечно... Дело же не в том, что... Мы же сам не в том, чтобы все народы перебрать, да, и там обсудить. А на самом деле, какое-то понятие... Как вот все это случилось, да... Как наложилось на генетическую карту, как наложилось карта социальная, да? Какое-то развлечение народов и прочее. Вот как вот... Вот вы говорите то, что нету национальных генов, да? То есть, что это что означает? Это означает, что на самом деле люди из разных родов каким-то случайным путем, да, объединились... Общие территории проживания, общие враги, общий язык... Вот это народ складывается. Подождите, подождите, подождите. То есть, все-таки вот то, что мы называем национальность, то, что мы называем русский, да, это все-таки не имеет отношения к генам, да? Нет, конечно. Это скорее имеет отношение к некому культурным различиям, да? Да, к социальным. Это способом, в каком и на какой территории они живут, там... Общей судьбой. Общая судьба. Тем не менее, все равно же у большинства русских, так сказать, мы имеем, так сказать, отношение Р-1А. Да, но это же... Но Р-1А, оно точно так же присутствует и там, и там, и там. И поэтому можно считать, что русские и поляки достаточно близководственные народы, потому что они немцы. И немцы, да. И Р-1А один, у них в большом количестве. Потому что... Подождите, 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 стоп. Это просто говорит о том, что... И вот что означает, что Р-1А много у русских. Это просто говорит о том, что они в основном потомки индоевропейцев. Вот и все. Это не говорит о том, что они... Глубже пойти. Если там... Да. Если как бы следующую буковку... Ну, то есть, не гоплогруппа, а вот то, что... Ну, смотрите, были протоиндоевропейцы. Были протоиндоевропейцы. Это не были еще ни славяне, ни германцы. Вот они поделились на кучу родов. Часть из этих родов перешла на тюркские языки. Это мои предки. Да? Часть этих родов осталось говорить на своих языках. Это ваши предки. Понимаете? То есть, менялся язык, культура... А вопрос, откуда это известно, что все-таки, что вот индоевропейцы... А потому что... Нет, ну, я не говорю, что они на славянском языке говорили. Я говорю о том, что... На каком языке они говорили, я не знаю. Есть работа специальных лингвистов, они там спорят, на каком языке они говорили. Кто-то говорит, что это был язык ближе к славянскому, кто-то говорит, что был ближе к немецкому. Ну, это уже сейчас, ну, вопрос такой, знаете, по костям я не могу определить, на каком они сбегают. Но, если эта гоплогруппа в основном встречается у представителей индоевропейских народов, о чем это говорит? Если эта гоплогруппа встречается в ископаемых останках палео-ДМК, сарматов, скифов, саков, динлинов, эродинауни, о чем это говорит? Ну, естественно, это общности связано с прото-индоевропейцами, да? Есть как бы определенные термины, но когда вот начинают говорить, вот это уже, я как называю, популизм. Кто-то называет эту гоплогруппу славянской, кто-то называет эту гоплогруппу русской, кто-то называет ее... Ну, каждый вот к себе тянет, это уже... Да, подожди, но ведь гоплогруппа, она содержит внутри себя другие... Еще куча родов, конечно, конечно. Вот нельзя ли по ним различить и увидеть, что, допустим, у русских как бы больше вот такой подгруппы, а у немцев больше такой подгруппы. Абсолютно правильно. И классифицировать не на уровне вот этого, а на уровне более... Ну, вы сейчас просто более углубленный вопрос задаете. Это уже есть. У русских в основном гены. В основном, я имею в виду, у большинства русских. То есть, русские тоже все есть. Там, от финалу... Р1А плюс Z280, его называли. Большая часть русских имеет вот этот СНИП. Какой называется? Р1А плюс Z280. Вот у меня, допустим, СНИП Р1А плюс Z2123. Ну, это сыновья вот этого все. А у Османов? У Османов, вот сейчас мы им делаем этот СНИП, потому что пока еще данные не пришли. Кого делали? У скандинавов, вот у скандинавов, смотрите, интересный вопрос скандинавов. Вот, допустим, у моего рода маркеры, так называемые, совпадают со скандинавами. То есть, если бы я СНИП себе не сделал, можно было бы ошибочно полагать, что наш предок жил буквально недавно. А СНИП как раз определяет возраст, когда же общий предок, и у них такие же маркеры, как у нашего рода, но СНИПы разные. И возраст общего предка у нас уходит на 6 тысяч лет. Вот, как бы, мы нашли этого предка. То есть, вот, в этом смысле СНИПы, они как раз очень полезны, когда можно определить возраст, свой субклад, к какому роду ты относишься. И так мы определили, что у скандинавов свой род. Вот, а они с нами разошли 6 тысяч лет назад, славяне тоже 6 тысяч лет назад от нас ушли. У нас вот своя линия, она Туранская называется линия. Потому что вы знаете, наверное, ну, по авесте, да, там были сарматы, туранцы и иранцы, да? Мы относимся к туранскому роду, наших предков. Ну, со временем перешли на тюркский язык. Так, так все-таки, возвращаясь к османам. То есть, получается, что все-таки в основании у османов, у царской династии, у них и родина один. Это только у царской династии, или вообще? У династии османов. Династия османов, которая создала османскую империю. Вот это Эротрагул, осман. Ну, посмотрите в Википедии, кто создал эту. Осман первый, и так далее. Не только османы, но и сельджуки тоже, которые были до османов. Вы занимаетесь в частности. Нет, ну, это как раз очень интересно. Ну, потому что, конечно, интересно. Кстати, в прошлый раз вы на теме говорили про Н1. Давайте, как вы просто говорили. Вот что я понял из того, что вы говорили, в частности. Это вот, допустим, в какой-то древности, когда никто не делился ни на какие народности, нации, примерно там было где-то там как-то 20 очагов. Да, да, да. Вот эти рода, эти как бы расширялись, разделялись, уходили в какие-то другие места, перемешивались с другими родами. Потом, скажем, было на каком-то периоде, на осечке, скажем, было, там 40 родов стало разных, да, там 100 родов и так далее. И они постепенно, да, постепенно заполняли всю землю, причем как бы они перемешивались при этом, да. И при этом, как бы, образовались потом государства, какие-то социальные отдельные ценности в виде каких-то там народностей, то, что мы знаем сейчас народности, там, потом нации, там, и прочее. То есть, в каком-то смысле все люди, получается, братья, как бы, да, в том смысле, что вот мы все произошли, как вот, из 20 родов, там, не будем говорить про Адама, там, вот, хотя бы на этом уровне из 20 родов. И каждая отдельная национальность, скажем, русская, она, в ней есть представители всех этих 20 родов. Ну, не всех, но основных, не всех, основных, там, R1, N, вот эти основные. Ну, не процентное отношение-то причем. Не просто суть, не так-то решено. Наоборот, выжил только один род, и все мы его практически, ну, там, ну, может, не один. Нет, ну, вот у славян, допустим, основная группа R1, а дальше идут. Еще раз, давайте, как бы, я просто закончу, что-то, в чем проблема состоит, которую Игорь-то постоянно озвучивает? Он говорит о том, что есть какая-то гоплогруппа, которую можно закрепить за отдельную национальность. То есть можно привязать какую-то, взять эту гоплогруппу и привязать к национальности. Невозможно. Потому что... Вот, что это невозможно, это ведь надо объяснить. Почему? Потому что люди, видимо, перемешивались. И вот эти вот национальности, то, что называется национальное самосознание, например, самосознание русских, это уже более поздняя вещь. Конечно. Самосознание-то позднее, но мы видим в окружении большого количества гоплогрупп, например, в той же самой Трубсе, которые КР-1 даже близко не имеют ни одно украшения, имеем царскую династию с ГФ-группой Р-1-1. Не, ну, наверное, мне кажется... Спаситесь, что это что-то о чем-то говорит. Не, давай так скажем. Что в любой, более-менее большой на этой обществе людей, скажем, как в любой большой национальности присутствует, все представители этих 20-ти работ. Правильно я могу разучить? Большой, да. Большой. Но оно ничтожно. Нет. Да, ничтожно, правильно я говорю. Нет. Бывает 0,001%. Да, оно ничтожно. Вот, допустим, у... 1-1 у русских будет, 50 пациентов. Ну, допустим, каклогр... Правильно он тут говорит. Вот, допустим, монголы, вот, монголы у них свой ген, да, если так называемый. Ну, тоже вот опять неправильно выражаясь. Ну, у них основная каклогруппа С3. Ну, где она у русских там? Ну, раз-два и обчулся. Нету, нету. Мы геношли в вязание. Нет, ну, есть там 1-2, но это не показатель. Двух человек, подожди, 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 подожди. Может, они приехали из Монголи? Это логически. Нет, зачем? Есть фамилия Кондратьева, они... Ребята, они в частности пока не скатываются, потом про частности. Давайте просто выясним, когда получается, если вы так говорите, что-то там можно привязать к группе националистам. Более крупным этносам. Нет, ну, тебе надо как-то понять, на самом деле можно привязать или нельзя. Не к националистам... Нет, ну, понимаешь, что я делаю. Ну, кто-то от кого-то происходил. Стоп! И кто-то куда-то переезжал и не переезжал. Не все перемешались абсолютно. Естественно, есть какая-то историческая последовательность перемешивания. Она реальная. Вот, она не такая абстрактная, что все со всеми перемешались. Но при этом границы, по которым пролегли государства, границы, по которым культурные границы пролегли, там вот ты русский, а ты не русский, они совершенно не совпадают с вот этими генетическими... Национальных генов нет, но есть гены, которые... Статистика по большой выборке, ты очень много чего можешь сказать. Ну, да. В общем, я можно сейчас возьму, но у тебя, грубо говоря, Е, как у пяти популяций русских, то есть негр ты. Хамид. Хамид, Хамид я как-то. Да, что ты негр, может быть, у этого. Кстати, у Титлера, у Титлера, кстати, гоклогруппы Е, он хамидом был. Да, классно. И, между прочим, такая же у Эйнштейна. Не очень. То есть они оказались дорогими родственниками. У тебя друг, друг. Да, тебе не помешает сказать, что ты играешься как-то другим, чем русский. Ты русский, безусловно. Но среди русских действительно есть и обладательник, гоклоплокопы Е. Но их немного, мало их. Нет, вопрос выяснили. Значит, получается, что как крути, статистически можно говорить о национальных... Можем. Не о национальных, о протеинно-европейцах, это же не нация. Ну, это понятно, что... Об общностях, то есть можно говорить, вот, монголы тоже, я говорю монголы. Монголы же можно назвать не только халха-монголы, да, но и все монголоязычные народы, да. То есть у них основная гоклоплогруппа С3. Поэтому, как бы, ну, условно говорят, монголы просто. Или, допустим, у китайцев, у всех у них основная гоклоплогруппа О. Вот ханьцы говорят их, просто ханьцы называют. А здесь вот Р1А, но оно не только у славян, оно вообще у индоевропейских народов, у индоарьев, тех же самых, у этих, у таджиков всяких, у памирцев. То есть все народы... У штунов, у высшей касты и индусов. Поэтому, естественно, ее связывают, но не говорят же, что это вот имело. Так а может быть, тут можно, так сказать, не вывод сделать, а гипотезу выделить. Я такую гипотезу некоторые, так сказать, авторы выдвигают, что это так называемые протеиндоевропейцы, на самом деле, как раз и были, так сказать. А дальше вопрос, на каком языке они говорили, вот этот вопрос уже лингвистов. Потому что они говорят, что они говорили близким на немецком, говорят близким к Санкскриту, третьим. Это уже лингвисты пусть разбираются. Ясно, что это был протеиндоевропейский язык. Дело даже не в том, можно ли по генетике примерно, хотя бы, так сказать, с какой-то научной, более-менее серьезной точностью прикинуть, а, собственно, откуда вышли эти? Конечно, можно. Конечно, можно. Это запросто, но это идет уже работа с палео, ДНК. Да, так вот, как османы вышли? Османы откуда вышли? Да. Наши османы вышли сначала со Средней Азии. То есть, смотря какой период вы говорите. Все вообще вот эти товарищи, включая османов, в третьем-втором тысячелетии жили на территории Русской равнины, юг Русской равнины. Историки эту общество называют Арийской, да, Арией. То есть, они ушли в Индию, там, в Иран. Игодируют это в втором-втором-третьем тысячелетии дальше? Да. Ну, там, в третьем тысячелетии до нашей эры они двинулись, дошли до Урала, во втором тысячелетии они дальше прошли, там, дошли до Индии, до Ирана и часть на Алтаю. То есть, по палеогенетике, все-таки, главное место пребывания было? Восточной, да. Сейчас, на самом деле, вопрос идет о том, нашли ли прародину индоевропейцев, да? Нашли ее. Ну, это, я так скажу, другой не согласится, да? Но где же она все-таки? Она на юге Восточной Европы. Тут это, Причерноморье, вот эта зона. Северная Причерноморье. Да. Это данные, не просто истории там, а палеогенетики. Просто поле и древние субклады найдены в Европе. То есть, все-таки, это алтайская версия, что... Нет, нет, алтайская, да, вы, ну, вот, смотрите, опять вот начинается разговор. Вы смотрите, R1A, да? Вот сейчас просто надо внимательно слушать и не перебивать. И сразу все по ним. R1A. R1A. Вот просто R1A. Первый R1A, вот он родился, у него вот этот ген. Он в Центральной Азии появился. Около 20-15 тысяч лет тому назад. Я сторонник, с точки зрения, 15 тысяч лет назад, а тот, короче, 20 тысяч лет. Вот поэтому я диапазон такую даю. Он жил в Центральной Азии. У него были потомки. Да? R1, A1, R1, A2, ну и так далее, R1, A3 и так далее. Ну, понятно, что это его потомки. Вот этот сын, его потомство, да, этого потомства. Дальше вот у него был дальше. R1, A1, A1. Вот они ушли в Европу. Вот эти самые древние, которые R1A, они остались в Азии. Вот они ушли в Европу, и там стали предками протоимедоевропейцев. Если говорить на таком языке, ну, ариями их можно называть. Вот они уже формировались в Европе. То есть, и дальше уже потомки этого R1, A1, A1 из Европы двинулись. В Азию, там, в Иран, в Индию, на Алтай. Вот, и когда ты создаешь вопрос, от кого османы произошли, они произошли от этого R1, A1, A1. Есть в Китае, допустим, да, древние гаплотика, у них R1, A1, они никогда в Европе не были. То есть, они там, ну, вот этот сын остался там и жил там все время. Остался на Алтае там. А вот это, мы, вот у меня, допустим, вот этот дед. Для далеких предков в третьем, втором тысячелетии жили в Европе. Потом они дошли до Урала и дальше ушли. И так далее, и так далее. Вот, в общем, османы происходят от него, потом они дошли до Центральной Азии, там долгое время обитали, были известны под именем Агузов. И в итоге, в начале второго тысячелетия нашей эры переместились в Турцию. Не только османы, сельджуки тоже самое. У них тоже R1, A1. Это перед османами была династия предыдущая. Потом, вот вы в прошлой лекции говорили, что N нашли у турков, да? То есть, я специально, когда смотрел в интернете, так хотел вмешаться в эту дискуссию. Просто N действительно у них нашли, как вы говорили, там, сибирские. Но это нашли у одного рода. И он действительно связан с сибирскими народами. Вот, Баяндур, там этот род называется, Каи, Каи вот. Они действительно, не все Каи. То есть, какая-то, видимо, часть, может быть, это потомки были какого-то там другого мужчины. Ну, вот у них вот этот сибирский ген прослеживается. А в основном Каи те же самые. У них R1 тоже. То есть, получается, очень такая интересная история. Сейчас просто объясняем, какому они роду относятся больше. Сейчас с НИПом делаем. Объясняем. Потому что, может быть, они ближе к славянам или ближе к нам. Ну, у них там достаточно много экстатистических значений получается. Родина, Афония и Н. Родина? Нет, это N1. Их вообще очень мало. Просто они как бы не отражают общую картину и не являются какими-то там, ну, определяющими. Поценток, если идет тогда 2-3. Да, да. Ну, вы правильно сказали, что это связано с Сибирью, но это были просто, ну, вот войско набрали людей. Там взяли одного финного укра. Они ближневосточные гены в самом мире. Местное население. То есть, вот эти Родина, Н, это все пришли туда. Нет, есть там, конечно, древние субклады Родина тоже. Потому что когда-то Арии туда дошли, же до Турции. Хеты были. Такие тоже там потом. Есть потомки греков. Ну, Турция это такое, знаете, солянка там. И викинги есть, все, что хочешь. И болгары, и славяне те же самые, которых в Янычары брали. Так вот я у болга, просто у данных генофонда вообще болитники не делаю. Кто по генетике? Ну, у них и славянских народов меньше всего Родина. Они больше... Ай, болгары типичные в доске. Нет, так кто? Ну, Ай-2 у них. Ай-2, да? Нет, у них там тоже процентное соотношение такое не очень. Я, как бы... Вообще, так вот, по Родина, самый высокий процент это у лужицких там сербов, поляков. У лужицких, у украинцев. И в Рейфа-Киназии. В Рейфа-Киназии это отдельная история. Да, у них тоже, да. А можно вопрос сказать, вы сказали, у ТР-1, а вот, ну, самый верхний. Высок в Центральной Азии. Это Центральная Азия, это где? Нет, это сейчас, что это такое? Центральная Азия просто... Территориальная Азия. Я специально говорю, Центральная Азия, кто-то четко говорит Алтай. Кто-то говорит Алтай и Саяны. Ну, то есть, вот, регион ближе к Алтаю. То есть, как бы, условный центр Алтай, да? Да, условный. То есть, можно действительно сказать, Центральная Азия, может, это Афганистан, да? Нет, ну, я больше так люблю называть. Потому что, ну, плюс, ну, кто-то там чуть севернее, кто-то чуть южнее, кто-то спускает их. Вот, Центральная Азия, назвать, и все. Алтай, наверное, это Запад, все-таки Запад-Азия, не как бы... Нет, почему, в любых документах я профессиональной истории занимаюсь, Центральная Азия называется Алтай, Монголия, это называют регионы Центральной Азии. То, что вы говорите, вот это Туркмения, это Средняя Азия. То есть, разные термины есть. А вот и расскажите про Игници. Индейцы. Как туда, как заселялась вот эта... Ну, индейцы... Юрная Америка, Северная Америка. Индейцы, в основном, представители гоплогруппы Ку. Ихние предки обитали в Сибири. Там ничего сенсационного не произошло. Действительно, когда Берингов пролив был льдом покрыт, часть представителей этого рода переселились с Евразии в Америку. Когда это было примерно... Ну, там есть подсчеты... Просто обычные Чукчи, да? Нет, нет, Чукчи другой. Ну, там разные просто рада есть, но в основном у них гоплогруппа Ку. Там у них есть гоплогруппа С, еще небольшим так. А есть, да, тоже? Да, есть. Ну, это поздняя, поздняя миграция, гораздо древняя. Ну, там совпадают с данными... А у них нет чего-нибудь такого, что есть... Было вот это переселение до того, как Берингов пролит? Сенсации, к сожалению, нет. А потом там кто-нибудь еще перебирался, еще до Голумба, нет? Нет, вот ищут. Просто в одно время хотели сенсацию сделать, но это же все быстро проверяется. Нашли индейцев R1А и R1Б. Ну, все, сейчас сенсацию сделаем. Взяли, почитали потомки европейцев после Колумбового периода. То есть, все сейчас сенсации, вот такой нет, что знаете, там, что-то такое. Ну, пока не нашли. Ищут, конечно. Ну, допустим, могилы какие-то там инков или ацетеков там не раскапывали, не тестировали ничего. Палео ДНК тестировали, гоплогруппа Ку, сибирское происхождение. Все организованы индейцы, да? А вот интересно, в жульях Амазонке. Все гоплогруппа Ку. Это все родственники. Там вот эти самые... Единственное, северные индейцы... Там уже немножко есть что-то действительно от этих, от викингов, которые туда плавали. То есть, ну, все равно это потомки европейцев. То есть, это не те, которые через Евразию, там, через Берегов пролившили. Есть у них и чуть-чуть монгольские гены, там, то есть, как монгольские, опять неправильно название берут. Гоплогруппа С3 у них. То есть, северные индейцы чуть-чуть отличаются, у них есть палитра гоплогрупп. Поэтому у них и носы такие, эти милеж, прочие. Ну, знаете же, как Фенимор Купер изображал северных. Чуть-чуть они отличаются, не сильно. А вот, скажем, там были всякие экспедиции до Рухиердала, где там... Одна вообще полностью опроверглась. Опроверглась. Вот это, которое, что там, они через... Нет, это не подтверждается. Потому что вот эти жители Полинезии, они, наоборот, с Востока переселялись. И с Америки. По геному определили, что... Да, по геному определили. Они на самом... То есть, Фенимор Купер изображал, конечно, классно, что доказал, даже сам доплыл. На самом деле, гены у них оказались... Вот, все. То есть, это сейчас очень много... Это не восточные гены, да? А? Да, не восточные. Да, да, они оттуда прикрыли. То есть, сейчас, кстати, историки, многие даже боятся вот этой науки, потому что очень много теорий рухнуло. Столько трудов, диссертаций защищено. Просто иногда люди просто ерунду писали. Ну, пример можно приводить. А иногда действительно какой-то неизвестный исследователь, ну, писал там его... Даже тираж там маленький был там. А он вообще все правильно писал. То есть, ну, не то, что все, но 90%. Такие вот, как бы, есть... Ну, хорошо, но в этом разговоре, я думаю, без евреев-то нельзя. Расскажите нам, как там дело-то кончилось у них? С евреевской назией, в Паташкенназии и прочее. Евреи имеют практически все гоплогруппы мира. То есть, это такой народ, который... Дело в том, что у них же по закону... Ну, я так думаю, какая причина эта основная? У них же по закону нации передается по матери. То есть, мое мнение по этому сразу наистину не претендую, почему у них много гоплогрупп. У них, конечно, основная гоплогруппа, именно действительно потомки Авраама они, то есть, как библейского, да, там... Это Ж1, Ж1, это семитская гоплогруппа, она в основном у семитских народов распространена. Но у них есть куча других гоплогрупп. На мой взгляд, это связано с тем, что у них нация передавалась как бы по женской линии. Ну, то есть, тюрк, славянин или немец, ну, женился на еврейке, и их дети признавались за своих. Ну, как бы, не отвергалось. Поэтому, там, плюс празелиты были, иудаизм и так далее. Поэтому сейчас у них находят, ну, все у них находят. Ну, все, скажу, вот это Ж1, это какой процент? У них основной это процент. Ну, какой, ну, примерно? Ну, больше 60%. Я смотрел, опять-таки, по данным генофонда, то есть, Беларновских, у них только Р1, а один. Это смотря кого? Это по какой популяции 40%? Это Ашкеназия. Нет. Они по Ашкеназии. А я беру тех евреев, которые действительно... Ашкеназии и Тюринсов. Ашкеназии же они на самом деле... Я их смотрел. Там 75% люди на Америке. Нет, Ашкеназии, они на самом деле, по большому счету, по данным ДНК, не являются потомками семитов. Это не семиты. Ну, конечно. Они потомки Хазар, западных славян, немцев, которые вошли вот в этот этнос. Плюс там очень небольшой процент иранских выходцев. То есть, у них геном другой. Те же самые Ашкеназии у них, даже не только Ашкеназии, там есть такие, так называемые, экзилархи. Может, слышали это и еврейских первосвященников. У них тоже Р1А. То есть, Левит. Да, Левит, у них Р1А. У них и Р1А древняя. Когда евреи дошли, ну, помните, наверное, историю Вавилонской пленения, да? Сейчас мы не знаем откуда, но в тот момент в ихний народ, этнос, проникли представители вот этих проповедевропейских племен, ариев. И полностью доминил это. Я не говорю, что они полностью доминируют. Просто у них вот есть определенные, как бы, священнослужители, они... У Ашкеназии, Левитов, в данной, есть 75%. А, ну это да. Левиты у них, потому что священное служение, служение только по Азербайджану не передается. И в Зелархе. Передается. И вот у них там Р1А1... Ну это другие немножко. Есть потомки Хазара, они немножко другие. Они тоже Р1А. Кстати, Хазара и Р1А. Ну не только Р1А. Белые Хазара, Белые Хазары. А Хазар вообще существовали? Конечно, существовали. Почему? Ну как, почему? Потому что есть определенные гоплогруппы, так называемые, связанные с ними. Потомки их есть. Ну это может быть... А какая может быть? Обычная Р1А? Нет, у них там тоже палитра была. Но я уже говорю... Ну по захоронениям. Я вообще смотрю, люди говорят, что Хазаров на самом деле при захоронениям и по всем прочим невозможно отличить от других народов. Естественно, невозможно. Они такие же гены имели. Ну народ-то существовал. Просто именно. По обрядовой культуре, по всекому и прочим. Я смотрю источники по Хазарам. Вижу 4 письменных источника, грубо говоря. Ну мы сейчас перескаким. Были ли булгары, допустим, тоже вопрос. Да, кстати, были булгары. Ну то есть это может политическое образование было. Просто назвали всех булгарами. Там жили... Ну а вот, кстати, у вас же есть Волжская Булгария, да? Она рядом с вами находится. Посмотрите... Сейчас нет ее, конечно. Да. Кто там лежит в мудилах по генетике? Во-первых, начнем вопрос с того. Палео-ДНК очень дорогие исследования. Не всех еще тестировали. Тестировали буквально некоторых. А вообще, я могу судить только сейчас по современным данным. Кто такие современные татары? У них около 10 гоплогрупп. Они очень неоднородные. То есть все там есть. И все так вот по 10-20%. Да, да, да. Русские условия. Ну, русские условия. 1А1. Порядка... Там, например, 1Б есть. И венуковских. Н- порядка 20%. Там видно, что часть татар происходит от кавказских народов, часть от киноугров, часть от ариев. Ну, вареев уже в то время понятия не было. Ну, племена, которые там обитали. Те же самые. То есть не удалось посмотреть вот этих ворских, булгарных могил, кто там лежит все-таки? Вообще, России попали от ДНК, чтобы вы не путались, исследовали пока очень слабо. Только в основном андроновцев, тагарцев, таштыкцев. Ну, культуры, называют, археологические. Потом таримские мумии. Что там еще? Саки. Вы скажите, таримские мумии, они где находятся? Таримские мумии, они находятся, их вообще нашли в Китае. Тарим, таримское... А, то есть не у нас? Да, нет, нет. У них, кстати, европейская внешность, там все такое, знаете, да, эту историю? Ну, геном у них, ген у них, аэродинавр. Поэтому связаны с протоинноевропейцами. То есть когда-то дошли протоинноевропейцы, это Китайцы? Да, это вот те самые, R1, A1, A1. И там вы получили вымерли, потому что в современном Китае есть вот такие субклады, R1, A1, A1. Они не индоевропейцы, это предки. А есть вот такие, R1, A1, A1. Ну, и там ничтожное количество. Ну, естественно. То есть, видите, а у русских, то, собственно говоря, именно R1, A1, A1? Ну, не только R1, A1, A1, плюс Z280. Это вот, ну, как сказать у русских, у русских есть и финно-угрыб. Ну, я понимаю, да. Вот. Какой процент русских это не видит? По-моему, 50, ну, Р2, A1? Кто-то говорит 50, кто-то говорит 60, вот в этой. 50. 49, я бы даже сказал. Уханец, я думаю, больше. Уханец поменьше, я думаю, больше. Белорусов 55. Ну, вот, так вот, разные данные, там, плюс-пять, плюс-минус. У белорусов побольше, у уханецов поменьше. У немцев тоже. 30% у немцев. Да. Ради на популяции. Это древние, как раз носители немецкого языка. Ну, вот тут мы приходим к главному вопросу этих исследований. Ну, с башкирами может быть еще как-то это и не сложность. А вот с немцами, с русскими, с украинцами. Как это? Я тоже не понимаю. Какая сложность у нас сложность? У нас с башкирами есть. Регистарная. Вот, кстати, о ней не рассказывался с самого начала. Человек, который зачинал эти исследования в Москве в конце 90-х. Проблема-то была главная такая. Все есть. Умелые руки есть, реактивы есть. А как найти русских? Калану найти? Русских. Славянам, и здесь просить, балабские славяне, вот эти запрессии. Русских как найти? Где? Как взять? Ну, вот, научная работа. Мне нужен русский. Если я хочу определить генотип русских, я должен брать по определению русского человека. Ну, мы же вот обсуждаем, что нет русских генов. Вы можете найти... Да не о русских генах я говорю. Подойди и спроси, ты кто, ты русский? По паспорте написано. Нет, в паспорте написано русский. Знаете, что ты русский? Больше никак. В принципе, по методике как бы полагается, чтобы человек представлял в третьем поколении своих предков и жил вот на этой территории. То есть, в русской деревне человек должен представлять, что его, значит, прадед жил здесь. Ну, все правильно. Большинство русских так протестировали. и родина. Да, да, правильно. В сельском городе это зло практически невозможно. Следовательно, априори люди ехали куда? В сельскую местность. Чем-то в третьем поколении не так что? А прадед? А в сельской местности, значит, что? В сельской местности все же особенность, там дифференциация уже. Ну, да, вот в этой области вот такие русские у нас. И тоже это непросто. Потому что, вот, допустим, те карелы, которые уже давно русские, они уже не помнят. Вот я думаю, вот, знаешь, это карелы уже не помнят, что сто, сто пятьдесят лет назад там они были не совсем русскими. Понимаешь, да? О чем я говорю? То есть, вот, 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 Товтина, спросите, вот, очень хорошо знать, что он карел. Да, вот, известно, что в Псковской области самый высокий процент МГАПЛА группы о русских. Ну, спрашивайте, так кого они тестировали? Русских или априори нерусских? Вот что я хочу сказать. Ну, это же, это так же... Что нужно с определенной долей икотицизма подходить вот к этим исследованиям. То есть, я имею в виду, вот, что к статистическому представлению, допустим, русского народа. генетической, генетической статистики русского народа. с другой стороны, мы уже не можем в связи с наплывом мигрантов, очень высокой, да, говорить просто о какой-то вот исторической обществе, допустим, города Москвы. Вот сделаем это, выйдем на улицу Москвы и отберем статистически. Вот просто геном москвича. Имеет смысл это исследовать? Можно найти. Запросто. Потому что у каждого протестированного сразу определится и возраст, и его СНИПов. Естественно, там, глубокий тест заказывать себе, дорогой. И когда он произошел, и территория распространения, и откуда он мигрировал, и куда он мигрировал, все это уже нашли. И там, как бы, ученые этим занимаются, исследователи, они уже дальше вот эти, как ты говоришь, локальные метри находят. Не просто славянскую, нашли там Вятичей, еще дальше нашли там Поморов там, я не знаю. Ну вот, все вот это уже, вот я свое... Это понятно. Я же говорю совсем... То же так же москвичей найдут, никуда они не денутся. Я же говорю совсем другую. Но москвичей не жалко, ради бога. Вот мы их так и разложим по полочкам, и назовем его москвич. Но этот москвич, он будет коренным образом отличаться от москвича, который был еще сто лет назад на месте. А вы сейчас просто вопрос задаете менталитет. Читать можно... Да, о менталитетах я говорю, о методике исследования. Вот о чем я говорю. О тех действительных методических сложностях, с которыми встретились исследователи, которые начинали работу, о которых почему-то забывалось. Так вот, чтобы решить эту проблему, были привлечены антропологи, там, кафедры... Ну, как мне рассказывали, я не в курсе, это я со слов передаю, но со слов людей, которые вот это дело делали. Значит, антропологи, которые занимались антропологическими исследованиями в Советском Союзе, в России, и все... Большинство этих работ было под грифом ДСП. Ну, по понятным причинам. Может быть, да? И только таким образом они вот... То есть, это было как бы... Руководящий Ленин. Они спрятали, да, вот есть вот русские, вот Тураль поедем. Брать проба. Понимаете, да? Я просто... Почему никакой... Почему я никакой проблем абсолютно не вижу? Я вообще здесь никакой проблем не вижу. Вот любой из вас, вот возьмем вас, вот он захочет узнать, извините, я на выгоду, вы захотите узнать свое происхождение, вы просто сдаете ДНК-тест, вам приходят данные, все. Он ему будет... Будет ли он Р1А, будет ли он Н1, там, финно-угорское, не имеет значения, он все равно будет русским. Потому что у него самосознание, все это русское. Сейчас вот уже вот это, то, что вы говорите, оно отмирает. Люди просто сами интересуются своими корнями, идут, сдают ДНК-тест, узнают свои корни. И все, все намного проще. Вот это, то, что вы рассказываете, это может быть было лет 20 назад, может быть 10. Ну вот не говорите, что это было. Сейчас этого нету. Любой из вас может сдать и просто сам узнать, независимо от кого он происходит. Не получается, что он сдаст у него, как АЖСН1, ну и что он не русский. Ну и что? Нет, вот как вы не можете понять. Смотрите, нет. Вопрос о другом. Приходит к вам человек, да, и говорит, я хочу сдать тест. Вот. Он сдает тест, он окажется на один. А вы записываете, что вот пришел русский, как бы у него было и на один. Это в статистике в Коль. А почему? Потому что он пришел, сказал, я русский. Вот, продающийся меня. Это просто такое одно означает, что он русский, финно-угорского происхождения. Вот и все. В чем проблема, я не понимаю. Есть башкиры финно-угорского происхождения. Есть проблема в том, что кто-то, кто-то относится серьезно к этой статистике. И на основании, этой статистике на основании, нет, ну я говорю сейчас не о вас, да, вот, на основании этих процентов. Хочет делать какие-то выводы, чтобы посмотреть, здесь 60 процентов, вот, значит, и что-то там это значит. остальные 40, это мусор. Да, это не мусор. Да, никто же этого не говорит. Нет, это не мусор, это просто... Нет, ну какие-то выводы вы ведь хотите сделать? Мы происхождение хотим сделать. Поэтому для вас важно, чтобы это было правильно. Смотрите, очень легко определяется. Вот почему решили, что Н1 это финно-угров? Почему решили? Да потому, что у финно-угорских народов это основная гоплогруппа. Включая, в том числе не только у финно-угров, у якутов тоже это основная гоплогруппа. Все, это гоплогруппа финно-угров. А то, что какой-то когда-то финно-угр, Эрзи или Мокша, или там кто, или Мур, или тот же самый Карел, сам уже не помнит, там, его предков крестили, он стал русским, этого ничего не менять. Ну, стал он русским, сейчас он русский. Абсолютно это не очевидно. Русский финно-угровского происхождения, правильно, конечно. То же самое есть в любом народе. То же самое у Башкирии есть. У Башкирии есть арийского происхождения, финно-угорского происхождения, Р1-Б есть, разные башкиры. То есть, я же говорю, здесь только род определяет, не нацию. Вы не перестанете, невозможно пересипеть. А если сейчас проводились какие-то выборочные исследования, да? Если же мы сейчас... Смотря где. В Башкирии это полно... исследуется. Нет, ну, выборочно я имею в виду, что анализы провели не всего населения. Если мы сейчас вот проведем анализы всего населения планеты, да? Вы даже... Вот можно попробовать, да? И тогда что? У нас вот это, так сказать, эти раскладки, там, R1, там, еще кого-то, они поменяются, да? Нет. Просто степень расклада друг к другу выстроится. Вот, допустим, вот вы сдали трое... Что вы выстроится? Степень расклада по отношению друг к другу. Вот, допустим, вы и вы сдали трое тест. Нет, я имею в виду, по углу данные. Нет, по отношению к другу... Статистика изменится, как и... Нет, не изменится, потому что сегодняшняя статистика уже достаточно полная. Да, да. У вас просто что придет? Вы просто, во-первых, узнаете... Там, единицы и миллионы. Нет, конечно, есть 0,000... Если у тебя тысячи, и миллионы, то у тебя статистика изменится. Нет, есть 0,001 вероятность, что вы окажетесь непотомком Адама, и вдруг А и три ноля. Но это маловероятно. У вас внешность выдает вас потомка Адама. То есть вы или N, или R1а будете. Ну, никак, понимаете? Ну, я сейчас там мальчик, да? Да, там все равно... Ну, я вообще нет. Ну, я, как правило, ну, вот я уверен, вот здесь вот сдадут, но, может быть, парочку N найдется, остальные ради нашей. Как раз вот это продолжение. Нет, нет. Кто пришел? Так, а со мной N один. B может. Ну, у вас, наверное, N будет, скорее всего. У меня, значит, у вас фенотип вот такой. Раз, нос выдает. Да. Сразу... А у евреев какой там G? А мне кажется, что G. А на самом деле, в чем заключается, я не знаю, я считаю это изюминкой. То есть, вот русские, да, вот говорите русские, вот он сдал, два русских сдали. Один N, а другой R1а. И получается вот этому, который R1а, он мне будет по генам гораздо ближе, родственнее, хотя я башкирован русский, да? А этот N будет ближе там, ну, к кекутам, финам, вот почему заключается такая. То есть, на самом деле, располагано не по национальности измерить, а вот по родам. И сейчас даже такое движение возникает, вот люди сдают до НКТС, раз мы R1-шники, да? Вот они объединяются, там, курсы, там, съезды. Ну, это просто как бы люди... Конечно. Ну, на самом деле, это совершенно неправильно, потому что... Да, мне кажется, это плюс. Потому что вклад именно на фенотипы игр, игр, говногруппу уничтожен. Ну, там, понимаете, был даже у нас до абсурда, парень был такой, ну, вообще чеченцев не любил, ну, вообще терпеть не мог. Сдает ДНК, он сам происходит от чеченцев. Ну, что большая века сейчас. То есть, вы видите, такие абсурды бывают, очень интересные. Может, что же с ним произошло после этого? Ну, что, нет, зачем? Ну, пришлось как-то мириться с реальностью. Ну, это очень сложно. Он еще раз сдал, еще раз сдал. Я сдавал. Сиданин брал. То есть, на самом деле, это очень такое увлекательное занятие. Ну, я просто не вижу... Нет, просто возможно, это же способ решить национальный вопрос. Один раз, навсегда. Вот оно так и решается, потому что очень часто люди даже не знают. Вы даже сами сейчас вот сидите, вы можете... Равные способы можно решать. Может быть, вот вы десятиюродные братья, но вы даже не знаете, что же это. Для этого и сдается. Нет, проблема в чем. Вот можно решить хорошим способом национальный вопрос, если помнить, да, что вот это, допустим, та же самая родина присутствует и у других народов, которые вот наши соседи. А можно решить плохим образом, забыть про всех остальных и внутри разбираться. Ага, вот есть родина, они хорошие. А вот вы все, Н там, Ж, Е, вы все... Дело в том, что это не просто же приходит тест. Вот я обратил внимание, мы все обладаем, на самом деле, каким-то характеристиками, которые вот нас объединяют. Вот я сам представитель рода Р1А и обнаружил очень много общего, родственного у Р1Ашников. То есть у нас какие-то общие есть поведения. То есть это не просто марки? Это действительно родовое, мы действительно родственники. То есть я вот как бы общаюсь, вот башкиры, в основном, родимбе, они немножко все равно другие. То есть те классические башкиры, они другие, они действительно больше, ну, их что-то объединяет там с басками, с кельтом, у них родимбе основная. Я тоже башкир, но у меня Р1А и поведение... Может вам кажется на самом деле? Мне не кажется. Потому что у вас есть различные, и начали на нем педалировать. Абсолютно не кажется. Я еще когда ДНК-тест не сдавал, это уже было. Это называлось как комплементарность, да, там, ну, научный термин. У меня, допустим, больше всегда была комплементарность, я не знаю, сам того не знаю, к русским, славянам, я вообще думал, что это родственный народ. Хорошо, но ведь то, что вы сейчас говорите, по сути означает, что вот эта вот часть ДНК, которая несет вот эти маркеры, она не является таким уж просто маркером, маркером, да, не значащим, не влияющим на вас. Она очень много дает информации, просто мы сейчас обшивали. Мы говорим не про информацию, которую она дает нам, она не является не просто информацией, как бы, как маркером информации, она является, ну, как другие части генома, чем-то определяющим вас, ваше поведение. Это неправильно. Эта ситуация состоит, что у тебя весь генетическая информация, это точно на других хомосомах, не на Y хомосомах, она где-то и что? Во всех, вообще на всем геноме. Подавляющее большинство. И Y она маленькая, тощая информация-то мало, но она именно указывает, что раз у тебя есть общие выгрики, то в остальных хомосомах у тебя тоже может быть очень много оборудов. Там можно разных... То есть вот так она работает. Она именно маркер, но она указывает на весь прогенотик. Ну, это самым простым способом. Родственники всегда чем-то друг на друга помдают, даже если они находятся в разных народах. Даже если их разделяют там вот тысячу лет, там вообще. Они все равно будут какие-то общие... Если ты реально линка если посмотреть, то вообще много было информации было. Ну, фиг я посмотрю. Ну, интересно, но ведь, ну как, вы же когда говорите, что кто-то вам близок, да? Вот. Вы же имеете в виду не его там спецстроения, а организатор. Нет, я естественно, я не покровительный. Вы там какое-то поведение, про какие-то вот... Про что-то такое говорите, что неужели оно прописано там где-то... Ну, к удивлению своему, я обнаружил, что меня очень много объединяет с людьми из Р1. Не только просто... Так вот, что это? Ну, как бы так... Ну, я сейчас сам себя не буду как бы описывать. Но она указывает еще, в том числе, на культурный код. У тебя же есть некоторые представления о должном в своей семье. Ну, это... Ребята, вот такой вот пример. Представьте, что вот есть люди с двумя глазами и вдруг случайно так случилось, что каким-то людям вы убили один глаз, да? У одноглазых, я уверяю вас, найдется очень много общего. Они видят это одни глазами, у них одни и те же проблемы и прочее. Мне кажется, что вот когда люди как бы что-то там в генах разбираются и обнаружат что-то общее, мне кажется, что все люди более-менее одинаковые, на самом деле. Есть повод... Вот простой пример. Возьмем простой пример. Славяне Индарии, да? Общий предок жил 6 тысяч лет назад, да? Славяне Индарии. Очень похожий народ. Вот, несмотря на то, что там фильмы возьмите эти индийские, да? Вот их отношения к жизни, ну, там не все Индарии, высшие касты. Ну, не просто так, действительно, это родственники просто, понимаете? А что это вообще? Две руки, два глаза там, что там? Общее отношение к жизни, общего... А общее отношение никакое? Все хотят жить. Общее отношение к жизни. Ну, идея, так же, как и в России, немножко бардак в стране. Нет, вот, смотрите, вот мы говорим всегда, что, да... Чем вот почему Индария у нас похожа? Что такое преступник? Преступник, он на первой национальности, да? А у вас получается так, что, типа, вот преступник, и, например, один окажется преступником, значит, ты надо смотреть на другой думы, так он, наверное, преступник. Нет, нет, нет. Итак, бардак есть не только в Индии, да, и у нас. Вот. Но есть он, не знаю, еще где-нибудь, в какой-нибудь Латинской Америке. Но это не является оправданным лучшим. Ребята, и поморы. Поморы, мы о чем-то поморы. Ну, почему они похожи на Афина? Они такие спокойные, как сказать. Ну, вот, все равно есть что-то родовое, понимаете? То есть, или немцы там... А, кстати, где жили, типа, в Вене? Ну, это желание. Может, там-то они жили все на севере? Ну, они, Архангель, вот там. Вот так вот песня насчет того, что поморы, это фена, это какая-то... Ну, почему? Ну, почему по ДНК они родственники с финнами? Что там спорят? Даже якуты, якуты, вот якуты. Ну, кто бы думал, у них такие же гены, как у финнов. Это родственники, понимаете? Вот действительно, начинаешь, или у Удмурта, те же самые, они тоже финны. Ну, а вдруг финны у нас заберут? Да ничего не заберут. Понимаете, нация определяется не все-таки многим набором. Ну, видите, ну, идиоты... Вот я, допустим, я родина, я сейчас с Венина не считаю, я же башкир, понимаешь? это все равно разные вещи мы сейчас обсуждаем. Нет, смотрите, мы говорим о том, что гены трудно привязать к национальности, а тебе получается, что гены легко перевязать к каким-то осуществам, к характерам, к спокойным, к каким-то... Вот яркий пример. Ну, просто здесь есть много разных объяснений. Допустим, и поморы, и финны жили на севере, да? Хорошо, якуты. И якуты тоже жили на севере, и на севере человек обычно спокойный, а на юге, все южане, они вот такие вот, да? Нет? Знаете, что родственники финнам мяу-яу-нау в южном Китае, они живут на юге. Они уже спокойные. Потому что такие спокойные люди. Значит, это все... Давайте, определять спокойный, в панушке гены, это все равно, что точно так же, я просто условно предлагаю определять национальность генов. Вот, Булат, на ту самую тему. Булат, ну вот ты согласись, что вот поморы, возьми поморы, но это классические финны, только просто называйтесь русскими. Я просто не сталкивался. Людмурду возьми, но те же самые финны. Помор? Конечно. Подождите, а мы помню, жерут. И теперь, я вам можно коротко, одну букву. Наверняка, я на дедушеку пледить, потому что у меня... У меня начали... Вопросы про поморы. Вот это как раз то, о чем я говорил. Как определять поморы? Они себя считают поморами, называют поморами, ретействуют поморами. Естественно, значит, известна историческая, так, классическая история, и история гласит, что это пришли новгородцы. Вот север весь был новгородский, новгородские люди. И вот так они потом, потом, и вплоть до Урала. Ну вот так вот, по истории, по крайней мере. Естественно, там были потомки, жили новгородцы, с одной стороны. А с другой стороны, естественно, там... Финно-Угры. Да, до этого обитали в Финно-Угры. Понимаешь? Вот допустим, тех поворов, которые я наблюдал, я наблюдал в детстве, я жил на Кольском полуострове, да, у нас была, был там Роболагетский колхоз, чисто поморский. Я в школе учился. Там еще Финского и близко нету. Как я хорошо знаю финнов по поездкам в Финку, да? А что вы имейте? Опять же, какие-то внешние внешние какие-то кубы. Ну, вы имейте в виду? Ну, стоп. Ну, финны, а что... Можно я объясню? Да. Ведь поморы не все стопроцентные. У них 30% те же самые родина. Может быть, вы как раз... Так я об этом и говорю. Понимаешь? Что там явно были на русском севере пришлые русские люди. Даже не будем говорить русские, а новгородские. Новгородские люди пришли, были. И, естественно, было автохтонное местное население, преимущественно финноворское. И таким образом... Но поморы, вот, само название исконное, это... Вот оттуда пошло? От новгородцев. Граешь? Названия могут идти, но я не веду сейчас по-другому. Вот одна проблема возникает, как если углубиться. Вот наши лиги разделять и пытаться, как бы, вы даже сами сказали, что искать родственников других народностей, среди немцев и прочее. Не получится ли это, что возникнет кинетический фашизм? Однажды возникнет какой-нибудь человек, который скажет, что Р1А1 это вот... Исключено. Ариицы настоящие, а все остальное, неважно, говорить это на твоем родном языке, там несправедливо. Я сейчас полностью скажу, во-первых, R1, ну да, возьмем, вот опять тема Арии, R1А1, вот я R1А1, у меня ирийский ген. Понимаете, у нас есть определенные стереотипы. Арии это там голубые глаза, светлые волосы. Это у тех фашистов были, у новых фашистов были. У этих любой фашистов были. У них генетический тест. Я могу вам... Нет? Нет. Нет, это же причинно, потому что... Нет, 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 ребята, на самом деле, на самом деле, абсолютно, это вот как раз разрушает это все. Потому что, допустим, R1B, это западный европейец, ну все, ну казалось бы, ну практически вся западная Европа R1B, в Африке R1B. Нет, ну почему, это не... Абсолютно разный мог бы... Любой признак, который делит людей, делит людей. Это надо понимать. Абсолютно делит причем. Абсолютно, да. Научно. Вот вы... А потому что вы на Родина не представляете фашистов. Понимаете, в чем дело? Есть... Так вы фашисты ради бога. Но здесь будет понятие... Давайте конкретно вопрос. Кто-то, кто? Давайте реальный вопрос. Кто? Ну я кучу себе говорю. Ну можно сказать, фашизм будет не национализм. Не понятие нации вот в том плане как происхождение, да? Вот. То есть в том плане как вот культурная самоопределенность. А именно вот будет как бы какой-то новый вариант, опирающийся на происхождение. Вот не важно, определяешь ли ты себя башкиром или русским. Или там, какая у тебя... Каким-нибудь. Объединяйтесь. Ну, не знаю. Ну, не знаю. А почему-то, почему-то нет. Это может быть странно, да? Действительно. А какая разница, какая у тебя группа группа? Это же... Ну, это же бред, да? Различать по этому признаку людей и развлечать. Но... А разве по белокурости волос не глупость различать? Почему как бы, допустим, блондин лучше, чем... Я могу... Но ведь на этом может, вы знаете... Понимаете? Давайте реально... Во-первых, этого не будет, могу что-то процент сказать. Если будет, назовите хоть один реальный пример. Не, ну, подождите. Зачем говорить фантастику? Белые и черные волосы это не реальный пример? Ну, вот вы сами говорите, что вы начали этим заниматься, а потом вам стало интересно, вы втянули... Ну, понимаете, есть... А если втянется все население страны? И в конце концов возникнет партия R1A. Влад. Партия. Она возьмет в улазь и скажет, а там какие-то R1B уничтожат... Нет, не R1B... Стоп, стоп, стоп. Влад, ты любишь марки собирать? Ну. То же самое представьте, что соберется партия людей, которые любят собирать марки. Вот сейчас разговор об этом нет. Нет. В чем тут разница? Дело в том, что... Фанаты... Вот Александр начал с того, что... Нет, фанаты. Вот, знаете, Александр начал с того, что мы не можем определить, кто такой русский. Да, вот какая-то проблема у него. Да, да, да. Так вот эта вот проблема о том, что вот какую-то исконность какую-то обрести, она ведь... Да, в том числе. Я собираю марки и собираю немец марки. И мы объединились, как бы... Ну, это как бы... Вот как раз вот это... Подождите, внешнее объединение. А это ведь судьба, если я с ним одного из одного рода. Тем более родственники, знаете, они всегда... Это как моя другая рука. Понимаете? Есть одна рука, есть другая. Мы родственники. Но это, знаете, необоснованные страхи называем. То есть, бояться надо более серьезных вещей. Вот это как раз абсолютно работает в другую сторону. Я могу сотни примеров привести. Я общался со скинхедами, там, еще с кем-то. То есть, это, наоборот, другая сторона. То есть, это... Когда, наоборот, вот люди бывают там расистыми, националистами, там, шовинистами. Когда они, допустим, начинают там с кем-то воевать, потом начинают интересоваться вот это ДНК гене, сдают ДНК тесты. Те же самые сербы, хорваты друг друга ненавидели, сдали тесты, оказались родственниками. Понимаете? То есть, ни о чем. Или армяне с азербайджанцами. Или армяне с азербайджанцами, да? Ну, это вообще родственные народы. А вот сейчас вот в Ютубе посмотрят... Таджики — это натуральные арицы. Да, они арийские гены. Ну, то есть, понимаете, то, что вы говорите, — это фантастика. Давайте реальный пример. Хоть один реальный пример не приведете, но... Мне просто... Надо сначала решить старое суеверие. А вы помогаете... Да, да, помогаете. Помогает убрать вот этот образ... Я общаюсь с ребятами... У нас есть свое сообщество, Динам. Я с ними общаюсь. У Аксану. Уже есть сообщество. А я тебе объясню. Ничего плохого в этом нет. Нет, ну, пока нету. Да нет. Вы знаете, что любое хорошее дело, можно сделать в том числе. Нам нужно свое государство. Возникли види, понимаете. Вот православие, да? Казалось бы. Да, да. Хорошие религии. Ну, понимаете, ребята. Можно пустить его... Вы себя сравниваете. Понимаете, вы сейчас сравниваете, не сравниваю вещи. Теплые, там, смягкие. Не, ну, возьмем новую религию. Р1А. У нас один род. Вот яркий пример. Извините, не полный имя. Вот вы сдали, Александр. Вы Р1А, я Р1А. Что изменится? Вы ставим 17. А вот мы, как все остальные Н. И мы думаем... Ничего страшного. На всякий случай, я бы замочил. Всегда можно будет сказать так, понимаете. Вот вдруг, как бы, кто-то что-то не то сделал. Ты говоришь, слушайте, так это ведь... Генетически предупреждает Н. Посмотрите. Ты Р1А, я Р1А. Мы так бы не поспели. А он Н. Вот так умертвел. Наконец-то бассейн. Ей, как называется... Подождите, подождите. Это возможно. Знаете, можно поссориться... Но вы же... Стоп. Влад, ты знаешь, о чем говоришь? Вот есть сказка по Булливере, там, война началась с тупого конца, с острова. Можно поссориться вообще, значит, хоть чего там. Почему эта доска белая или черная? Мы сейчас... Смысл какой обсуждать это? Вот я яркий пример привел. Вот он сдал, или он. Мы окажемся с ним родственники. Что из них? Да ничего не изменим. Подожди, я же объясняю, что все ищут... Это даже вот... Даже среди собак какое-то прослеживают родство там. И что? Все, и мы люди точно так же. Мы просто склонны к этому. Прослеживать свой родственник. У тебя только радость возникнет. Да если вот ты сдашь тест... Вот я тебе просто говорю сто процентов. Сдаешь тест, выясняешь, что вот, оказывается, вот человек сидит. Ты всю жизнь его ругал, ненавидел. А он у тебя, там, ну, буквально, бессмертный брат твой. Ну, выяснится другое. Выяснится, вот, например, англосаксы. Да, выяснится. А почему вот у нас с ними вражда? А может быть, это гены как бы заложены? Вы сами говорите? Мы более спокойные, скажем, а они какие-то агрессивные там. Может быть, ну, может быть, надо их... Ну, что, англосаксов родственники башкира оказались. Нет, посмотри, ведь если это генетически... Подождите, я... А значит, башкиры тоже. Антон, а башкиры все разные. Вот я это говорю. Вы все превращаете в смех. Я не знаю, зачем? Да потому что я не вижу проблем, ребят. Проблема-то в чем состоит? Если будет это генетически определено, это различие, то невозможно... То есть, это стремление будет. То есть, это все. Невозможно устранить, невозможно. Невозможно с ними договориться. Невозможно будет примиритесь. Вдруг по этому признаку пойдет трещина? Вот каким-то образом. Будет такая идеология. Антон, знаете, почему мы не правы? Вы сейчас говорите о людях, у которых там очень низкий интеллект, которые начнут ссориться из-за того, что разные гоплогоны. Ну, что сейчас было нам... Ну, мы не можем... Да, они уже есть вражда. Будем идеология. Между славянами и англосаксами. Достаточно объяснить. Вот взять, как бы... Естественно, тут будут надяжки какие-то, подтасовки, да? Но это же не значит, что это не надо изучать. Ты согласен? Согласен. Нет, просто против науки. Это мина, на самом деле? И когда это распространено? Какая мина? Это сразу будет изучаться. Заметено в действии. Сразу это будет изучаться. Это все понятно. Я даже уверен был, а ты сам сдашь тест, и будешь буквально через год по-другому... Я даже не сомневаюсь. Кто будет против науки? Если она разумная, если она обоснованная, если... Наука, это прекрасно. Антон, я вот сколько удивил скептиков. Потом, знаешь, вот у меня просто реальный пример. И как бы, ну, ТНК-генеалогии, ну, как бы еще только новая дисциплина. Пример. Потом вырежете это. Потому что меня раскритикуют. Вот, ладно. Отдаленными приемами буду говорить. В общем, у меня защита идет, предзащита, общаясь с учеными, да? Спорят со мной, спорят. Доказывают там. Потом после предзащиты подходит, можно тест сдать. Понимаешь, это элементарно человеческое, то есть, люди сами хотят... Историки спорят, да? Да, историки сами со мной спорят, но за кадром выходят, просят, чтобы тестом сдал. Потом результаты теста приходят, там, доктора академии пишут, ну, кто я, кто я, там. Понимаешь, это то же самое. Сейчас вот вы спорите, да? Нет, нет. Я уверен, когда сами сдадите, у вас все поменяет. Я говорю по-другому. О том, что, вот, допустим, я вот сейчас задумался, да, а откуда это интересно возникает? Как откуда-то, ты хочешь знать свои корни. Вот ты, да, нам об этом я же и говорю. А такая я-то не хочу. Вот я-то, допустим, мне все равно. А, ну, это уже... Я знаю там своих там предков, ближайших, да, которые действительно на меня повлияли, определили. А уж откуда там... А это уже... А уж тем более, какие там есть родственники за 6 тысяч лет... А это уже твой выбор, стоп, это уже твой выбор. Это понятно, что мой выбор. Но, вот, вы так радостно, как бы, говорите о том, что многие хотят узнать, вот, тянутся. Какие чувства подогревают их в этом желании? То есть, откуда это желание произрастает? Любопытство, а простое любопытство. Вот ты сидишь, и тебе хочется узнать, ты потомок монголов или ских. Вот ты сидишь, мучаешься, ходишь, книжки читаешь. Ну, понятно, но рядом... В итоге ты не делаешь. Рядом есть, присутствует феномен, рядом в этом поле присутствует феномен национализма. В том числе тех же скинхедов. Теперь уже не национализм, а нахочеки, я это гелаю. Да, и так, нет, 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 пока этого нет, нет, есть просто, как бы, вот, они не знают науки, они, если бы сходили, сделали тест, они бы, конечно, перестали быть скинхедами, поверим в это, да, вот, но они есть. Что их-то толкает? Они же не из любопытства, да, считают себя русскими, понимаете? Элементарно, я уверен, что тебя толкнет через год. Ты сам сдашь. Ты мне об этом говори. Нет, я говорю про себя. Может быть, меня толкнет, и мне будет интересно, да, но почему, как бы, национальный признак, вот, вообще для людей такое значение имеет. Потому что люди до сих пор делятся на национальности, на какие-то группы и так далее. Это вполне нормально, мы все в определенной культуре выросли. Это правильно, а дальше? А дальше не получится так, что наука и города, которые смешивают людей, приведут к тому, что не будет люди делиться по национальностям, а будет делиться так, как наука скажет. Наука говорит, что надо делиться вот по родам. Да не будет этого. Когда-то не было телефонов, когда-то не было компьютеров, они появились, и мы стали пользоваться телефонами и компьютерами. Стоп, Влад, национальность включает в себя не только происхождение. Территория проживания, раз. Общие враги, два. Общий язык, три. Культурные предпочтения, четыре. Хорошо. Религиозные предпочтения. Вот я, почему башкир, не потому что, понимаете, мы все время с тем на тем башкирских генов нет. А вот я татарин, да? Я не знаю, ни татарского языка, ни нашу в татарской культуре, ни мусульманин я. То есть я вообще не татарин. Ну что, почему? У вас самосознание татарское. Почему? Мне родители говорят, что я татарин. Это просто... Стоп. 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 Нет, ну хорошо, но это уже другой вопрос. Ты знаешь, что мусский татарин. Да нет, ну дело не в этом. В городах так уж повелось, что это самосознание. Давайте послушайте, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что самосознание, связанное с происхождением, оно у меня пока, пока, да? Оно пытается опереться на национальность, да? На какие-то корни, связанные с моими родителями. Но возможно, если в науке мне скажут, что есть другие основания, скажем, вот есть рода, да? Определи свою группу и выяснишь точно, там, кто ты там, откуда ты произошел. Зачем мне надо будет опираться на мнение родителей, которые там не определяют? А это же твой выбор. Так нет, ну выбор. У нас тут перепись населения была, на виде себя записали. Ведь наука, ведь в чем феномен науки? Наука меняет нашу жизнь, да? Она вторгается в жизнь и говорит, как на самом деле. Она как бы не оставляет выбора. Да, она уже выбора не оставляет, это же суть. Если я, например, вдруг окажусь, условно говоря, финно-угаром, да, там? Все, смиришь. Я уже, правильно, это и есть наука. Вы говорите про меня, про выбор. Но я могу выбрать быть татарином. А, утяжите. Подождите, подождите, я могу выбрать быть татарином или русским. Да, я скажу, я принадлежу к этой культуре, я говорю на этом языке. Это я всю свою жизнь провел в городах, да, там, общался с русскими, да, и так далее. Я могу назвать себя в конце концов русским, да, даже если и мои родители татары. А теперь, ну, если мне наука скажет, что вообще-то ты финно-угар, я уже не смогу выбрать. Вот, смотрите, вот был товарищ, да, который, как бы, от души ненавидел чеченцев, про которого он связан. Да, да, да. Вот он жил, как бы, это вот его было. Вы ему сделали тест. Он оказал, что он потерял себя просто. Ну, что поделаешь? Понимаешь, у него выбор, знаешь, когда был? У него был, его сразу предупредили, дорогой. Там может быть все, что угодно. Вот сейчас даешь, он сделал выбор. Научная истина, она как бы, она на силу... На самом деле, он сейчас рад, что он узнал, кто он на самом деле. Потому что раньше он жил фантастика, а сейчас у него есть факты. Ну, так вот, вот, теперь мы перейдем к следующему. Вот мы, наконец, прошли это. Прямо, как чеченец на видео. Теперь следующий этап. Теперь следующий этап. Допустим, большинство нашей страны определит, к какому она принадлежит, и выяснится, что там, ну, такое-то количество процентов R1, A1, такое-то N, такое-то S и так далее, да? И вдруг выяснится, что доминирующий, скажем, R1, A1. И возникнет просто, ну, естественным образом возникнет. Да, ребят, у нас все проблемы от того, что мы-то R1, A1 хорошие. Это просто у нас прибавилось много нуждей. Нет, 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 даже не так. Представьте себе на секунду, да, как у нас люди, что вот мы-то все R1, A1, а вот почему-то в правительстве у нас сидят G, допустим, да? Вот, а как же так? Так я могу... И это, допустим... Чего-то превращать? Нет, ну, нет, а почему? Я думаю про серьезную вещь. Я говорю, что... Да, я не буду в Конституции записывать. Вы посмейте, вы посмейте. Да, Жене может... Игорь, дайте мне сказать, ребят. Подожди, я в маленькую вставку. Серьезные вещи по этому поводу говорить просто нельзя. Все нужно воспринимать с долей иронии, а лучше вообще со смехом. Потому что вот то, что уже вынес из своей достаточно долгой жизни, это то, что вот все, кто встречался мне, да, и те, кто были зациклены на национальном вопросе, вот что-то с ними случалось. Понимаешь, да? То есть мозги портятся от этого. Я же не об этом говорю. Вы же... Нет, нет. Я не отношусь. Я могу ее... Не надо работать. Я могу ее... Которую надушно к ней относиться. Влад, забираетесь? Влад, ну ты выбор делаешь тогда, когда ты даешь тест. Ты сразу должен понимать, что у тебя может быть... Вы тоже, ты ожидаешь. Знаете, это все равно, что, допустим, сказать человеку, ты можешь как бы верить в работу телевизора или не верить. Нет, когда приходит наука, уже никакого выбора не остается. И более того, через какое-то время... Не надо говорить про выбор. Через какое-то время этот тест, когда он станет дешевым, он будет просто при рождении ребенка, сразу будут делать в обязательном порядке. Это сейчас церемонится, не обязательно его делать. Вы сейчас говорите о тотальном контроле, правильно? Да, давайте я дальше спереду. Вот как раз про тотальный контроль. У нас есть определенное родоявление глобализма, которое говорит о том, что стирается граница государств, стирается граница культур, религий и прочее. Все становится более-менее глобальным. Так не получится ли, что на этом поле глобальном, в первичном хаосе, возникнет новое разделение, которое уже будет основано на науке? Не то старое какое-то... Вот мы были объединены государством России, да, я россиянин. Да нет, я, например, человек мира. Я не немец, не француз, но наука мне скажет, что если я R1, A1, то это уже мне никак не избыть. Мне от этого не отказаться. Я не стану ехать. И будучи человеком мира, на самом деле, будучи космополитом, на самом деле я подумаю, да мне надо на этой почве объединяться. Тем более, как вы говорите сами, что у нас, если я R1, A1, у меня с другими, R1, A1, есть нечто общее. Может быть, там объединиться? Я не говорю, что ради плохого. Сначала ради хорошего, как всегда. Да, да, ради хорошего. Плохое возникает потом, что мы объединились R1, R1, A1, и вдруг выясняется, что на самом деле все-то проблемы не от нас, а от жизни. Булат, можно я скажу? Булат, сейчас вопрос стоит просто о приоритетах. Вот ты сейчас задаешь вопрос, прийти. Я, допустим, буду в первую очередь объединяться с людьми по профессиональным признакам. Если я вижу человек-историк, N1 он там, C, G, мне без разницы. Ну, пример по своей профессии. Второй, даже нет, первый признак у меня будет моральное качество. То есть, порядочность там, честный и так далее. Второй профессиональный, а все остальное потом идет. Ты сейчас говоришь о приоритете, ты мне сейчас говоришь, а вдруг найдутся люди... Вы говорите, я башкир, а надо было вам говорить, я человек. Нет, 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 я просто сказал, потому что... Порядочный, а потом говорите, ну... Стоп, 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 стоп. Ну, просто, вы сейчас говорите о чем? Есть, конечно, люди, которые будут приоритеты другие ставить. Они будут родовую ставить первым, потом... Это уже каждый сам выбирает, понимаешь? Так любую идею можно извратить. Любое объединение. Любую идею можно извратить, но в отличие от других идей, те идеи можно было принять. Например, принять или фашизм, или социализм. Там можно как-то принять христианство, христианство или мусульманство. Я здесь могу выбрать. Здесь тоже самое выбор, как мужчина или женщина. Но здесь, на самом деле, не представляю фактор. Нет, правильно, мужчина или женщина. Кто не согласен, меняет бог. Нет, это все понятно. Просто заметьте, что проблема национализма от того, что... Исчезнет хромосома, уже у него не исчезает, на взглядах? Давайте послушайте. Проблема национализма от того, что мы перестанем рассматривать себя с позиции этих наций, как бы не исчезнет. Потому что проблема не в том состоит, ни в каком финансовой определяющейся. А проблема состоит в том, что люди хотят объединиться, чертать на этих причин объединения. Но если это принесло... Ну, если... На родовую основе, правильно? Да, ради чего-то. Но это всегда ради чего-то объединения, всегда и против чего-то другого. Я занимаюсь ДНК-генеалогией профессионально, ну вот, именно когда сдал тест, я считаю, два года, да? Потому что я сдал, получил результаты. Я могу сказать, только один плюс и один позитив. Пока. Что значит пока? А что может быть плохого? Вот, видите, вот, атомное оружие тоже кульпозитиво. Это альбомы, это электростанции работают, и атомные бомбы падают. Стоп, стоп, какой может быть нет вреда? Ты предлагаешь не сдавать. Пока, а мне. Ты предлагаешь не сдавать. Нет, я просто имею в виду обратную сторону вот этих всех исследований. Обратная сторона есть, но она... Нет, это разрушается на сознание. Например, русские смотрят, допустим, какой-то русский, всегда считал себя русским, или как в вашем примере, да? Ну, он и не будет русским. Он считал русским, а оказался чеченцем, да? Ну, он и не зачем, у него просто гоплогруппа. Нет, ну как, нет, значит, ну вот если у него, допустим, окажется гоплогруппа вот этих индейцев североамериканских, ну, при всем, как бы, его желании, да, он подумает, ну, блин, ну я, видимо, индейец все-таки. Ну и что, он русским останется? Нет, ну как, не остается он русским. Он начнет, так сказать, интересоваться. Я знаю людей, которые меняют национальность, независимо от ДНК-теста. Это тоже верно. Это, понимаете, человек захочет поменять национальность, не захочет, оставит, это как одежда. А если мы узнаем, что у него С3, а он еще, ну, я русский, я русский, мы еще работаем. Ну, пусть же нет, давай-ка ты к индейцам. Ну, ну, представьте, давайте пример просто практический. Допустим, сдают все тесты ДНК с рождения, у всех у них карточки записано, и вдруг какой-то работодатель говорит, вот как бы с С ко мне нет, с Ж ко мне нет, только я один на один. Да, да. Ну и что, это его выбор? Правильно, его выбор. А то же самое есть работодатель, который... Другой работодатель, третий, десятый. Было так же и работодатель, который берут на работу только мужчин, только женщин. Что мы сейчас будем обсуждать? Нет, на самом деле, ведь сейчас, по крайней мере, вот у нас законодательство запрещено... Городинашников прокурат. Нет, нет, запрещено как бы требование по полу предъявлять. Запрещено, запрещено предъявлять... Просхождение, традициональность. Смотрите, стоп, просхождение... Новая неравенность возникает, которая... Просхождение, это еще ни о чем не говорит. Это говорит только о ваших корнях. Нет, нет, а, нет, вот смотрите, как дальше пойдет? Вот я расскажу. Начнут исследовать генотипы ученых, да, допустим, великих, и обнаружу, что, ага, все научные открытия нам обеспечили... Р1А1. Да, не Ж, не Ж, а Р1А1. А все, допустим, достижения в искусстве мы обязаны, там, вот эти. А все преступники, допустим, там, какие-то еще там, буква глянга какая-то. Да, да, вот вдруг, да? Надо же такую статистику уже набрать, наконец-то. Значит, всех преступников надо уничтожить. Р2, Р2. Нет, пытайтесь сейчас вдвоем от того процесса, который все равно неизбежен... Вот, надо так и говорить. Не надо, вот вы правильно говорите, что этот процесс неизбежен. Мы же не боремся с этим. Что, я умею... Чистый фашизм, это наше будущее. Ну, почему фашизм? Я уверен, что наоборот это будет. Ну, это как лобить, и вы же уверены, что это хорошо. Нет, вы знаете почему? Потому что я знаю результаты реальных. Ну, поймите, вы сами. А вы смотрите, вы парите кожи. Ну, как раз вы парите. Мне все равно цвет кожи, его происхождение, мне все равно человек. Вот смотрите, вот есть же, как бы, действительно различие мужчины и женщины, да? И оно, как бы, научно вполне, но это понимаем. Но есть же шовинизм, понимаете? Вот, ну, вот. Извините, мы по ощущению, что полчаса занимаемся просто какой-то ерунду какую-то обсуждать. Это время потратили на содержательные какие-то. Согласен. Давайте что-нибудь по происхождению конкретно. Которые говорят, ах, люди и на этой фоне смогут поссориться. Смогут. Они на чем угодно могут поссориться.